Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Приехала. Видите, как у нас тут ребята утепляют. Панельный дом. Видите, какие квадраты. Это пенопласт там утепляют, чтобы было тепло. Это я приехала к маме. Вот ребята как раз сейчас работают. Хотите, я вам покажу, как это все выглядит. На любом этаже. Это фирма специальная делает. Вы видите, как парень, он сидит на этом, на такой качельке. И вот пенопласт белый, с желтыми такими колбасками. Видите, какая толщина? Десятка. Не, наверное, пятнадцатка, да? Или десятка? Десятка. Десятка, да. Видите, десяткой. И утепляют все это, процепляют. Потом штукатурят и красят. Вот такой парень, смотри, красавец там. Висит себе и не боится высоты. Это самое главное. А то вода питьевая у тебя, да? Нет, это брызгалка. Ну как пить? Можно брызгалка, чтобы стену начать. Ага, молодцы. Тут вам хорошо, не жарко с этой стороны. И вон парень колотит раствор. Все, счастливо вам. Пошли. Видите, какие у нас хлопцы хорошие, разговорчивые. Вот кондиционер залепили. Клеенкой позалепляли окна, потому что делают весь-весь этаж. Видите, как заказали. Но это не одна квартира. Это здесь, наверное, пару квартир. И утепляют. Ну соседи утепляют заодно. Видите, как хорошо. Тепленько будет. И наверху он утеплили. Просто панельный дом, он очень... И там над мамой утепляли, потому что летел этот пенопласт везде. Видите, как снег белый здесь. Это все пенопласт. Это для того, чтобы тепло экономить. Хотя у нас же централизованное отопление, это все равно ничего не дает. Так, сейчас мы дозвонимся к маме, пока они туда откроют. Очень долго. Тем более без звонка. Видите, тут раньше была такая. Сейчас уже клеивают опять прямо на стену. Это не красиво сказать. Сейчас Юлия Анатольевич подошел. Кто это? Я говорю, это я, Алла. А-а-а. Открываю. Да ну, это и правильно, что старики боятся. Потому что сейчас такое время, что зайдут под предлогом доктора. Или вода течет. Они этого так боятся. По голове стуки. Там-то и брать нечего. Но знаете, самое главное, что здоровье везде этих Ахниевских лифт. Зову то, что я вам рассказывала. Так, садимся в лифт. Нажимаем кнопочку. Главное не ошибиться, потому что... У нас в квартире более новый лифт. Тут, конечно, видите, какие. Какой лифтик. Не, ну как новый. Этот дом позже сдался, чем наш. Просто видно, у нас немножко люди культурные. Рекламные, рекламные все эти. Но они тут сами сдирают все это. Моют стены. Сегодня я приехала в правило. О, вы уже меня ждете? Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия Иванович. И боссы, и даже бедные вышивки. Так, сейчас я захожу. Секундочку. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Вот, Ирина Сергеевна. Как жизнь молодая. Не ждала, а мы приперлись. А привет. Вот так. Нет, я прошла мимо и сказала, кто вы такой, мам. Ну ты даешь. Нет, я прошла мимо и сказала, кто вы такой тут. Хух, жаркоенько. Видите, поставили им сетку или что. И отпадает. Не держится. Так, мама привязала на веревку. Бачите, вот тебе, пожалуйста, качество. Что вы говорите? Босса у меня не показываете. Я кого? Босса. А, я думаю, так я вас умалюю. Знак того, что у вас есть туфли. Конечно, есть туфли. Что ты мне не ставишь? Густинки маленькие. Глянь, так хорошо видно вокзал. Бачите, прямо платформу видно. Ты маму слушай, команду выполняешь. Она мне ничего не казала вообще. Не. Она тебе, Аллышка, попомни счет. Ну, так, что мне трудно с приват 24. Так, ну, это житейские эти. Сейчас будем очай пыть. Да. Мыла руки, вам покажу. Вот эти беззаботные, как правильно сказать. Помните, я вам раз показывала, что у них делали ремонт? Соседи вели вот эти пластиковые трубы. И разбили эту дырку. И говорят, мы все сделаем. Пришли, мазь, 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 мазь. Смотрите, как мама сделала. Нашла какую-то открытку. Все обклеила, чтобы нигде не было дырок. Все сделала, смотрите. По тому, как она это считает. Это же нас открыточек вырезала, чтобы было чистенькое, чтобы не было грязно. Посмотрите. Вот терпение у моей мамы. Вот такого у меня нет. Терпения у меня такого нет. У вас есть горячая вода, ребят? Нет. Ух ты, а у нас немае. Видите, горячая вода у них есть. И вот соседи сделали, там делают ремонт капитальный. Пластик сейчас ставят правильно, потому что железо это все, оно не вечное, даже не ржавейка. У нас в квартире. Если делать ремонт, то только пластик. И вот мама так красиво сделала. А еще в туалете? Кто, они не сделали? Они же ничего не сделали. Они сказали... Нет, они выбили и все, да? Выбили, но тут таке поробили. А ну, включи, я гляну. И сказали, что дадут ей обоих клик. А ну, включи, я посмотрю. О, а ничего не дали. И вот это теперь, бачите, что подбирали. Да, и вот эту трубу же поставили, она была обтянута. Они все пообривали и так и поставили. Вот, бачишь, по низу. Вот тоже я вам сказала, что вам надо было строже снивать. Она сказала... Так, она давала слово... Да, слово это... Она сказала даже, что поклеит весь этот потолок. Да, конечно. А мы кинулись, а у нас немае вот таких... Красиво. Сетянка, обетянка, когда... Конечно, красиво. Все такое на твои терпения. А только дивись, что бачишь, как неревно. Вот таким... Красиво. Я вам хочу вот показать. Смотрите, видите, у мамы вот эта штучка есть. Вот такая вот эта вот мерилка. И вот я себе хочу... Я поставила себе задачу купить эту мерилку. Даже у них, смотрите, какая старенькая. Может, даже им новую то отдам, а себе возьму эту старенькую. Мне хватает. Они меряют вдвоем. Бачите, вот записываю. Ой, мне сказали, какую надо. Видишь, мама говорит, лучше не такой. О, да, вот браслет там тоже. Да, да, да. И браслет, видишь, мама каже. Ну, я подивлюсь. Видишь, мама каже, браслет там треба купить. Потому что вот попитшивал уже. Ну, они же меряют, конечно, тут каждый день. Ну, хорошая вещь. Так что себе тоже куплю. Хотите на балкон? Ну, идемте, сходим. Боже, какая тут красота. Гляньте, ребята. Какая тут красота. Это ж просто песня. В одну сторону, бачишь. А, они антенну поставили спутниковую. Хотя они смотрят. Видите, вот это ихняя антенна. Поддевала вот стаканчик. А, она увидела в соседей, наверное. И у меня приехала там вода. Она и вот так стоит, а у меня вот так высый. Видите, головки какие новенькие. У меня старые уже. Боже, какая красота. Нам надо еще с вами сходить на Придипровский рынок. На шмоточном рынке мы ни разу еще не были. Видите, он украинский. Большой-большой флаг. Это самый большой флаг в городе Кременчуге по размеру. Эх, ветра нет и не развивается. И мост, видите, пробка-пробка-пробка на мосту постоянно. Отсюда даже видно вон Власовку, Светловодск. Туда он вправо пошел. Красиво у них здесь. Там выходит на город, а здесь выходит на Днепр и чуть-чуть на бизнес-букет «Зеленая крыша» и дворец культури. Ой, господи, красавица моя. Тут тоже, смотрите, все понаклеила, все поробила, чтобы было порядок. Видите, и тут заклеила от сонце. Ого, молоток. Смотрите, как вы, что это такое? За молоток. Для выбивания дурниц с головы. Это, наверное, Юлиановичу кто-то подарил. Смотрите, какой молоток. Таким молотком, как шарахнешь, так что не только с головы дурниц, а и мозги вылетят. Ой, артисты. Так, ладно, идемте чай. Сейчас сделаем, попьем, поговорим. Если меня услышать, это вот, смотрите, видите, это делают ремонт, о чем я вам говорила. С апреля месяца говорят, вот такая дуделька. И мама варила солянку, ты варила, да? Солянку и котлеты. Я говорю, я не хочу ничего. Мы сделали, ади, какой у нас стол классный. Какая классная вот сольце. Юлианович, каже, я обиду. Я не заеду, я хочу вам показать. Дивите, какая красивая чашка. Буковель. Тебя подарили. Видите, какая красота. Он же самый русский. Кто? Олег Димитальевич. А это кто такие? Сват. А. О, это можно так и выдержать, представьте себе. И за дня в день, все лето и вся осень. О, это делают ремонты такие. Караул. Это же не только наши. Выше этажом. Это же весь дом страдает. Ну, а что делать? Я говорю, вы там не проверяли документы. В них есть на переоборудование. Я говорю, не страшно. Они только что могут, единственное, что упасть сюда на голову. Но вниз не впадают, потому что уже ничего не перестроено. Ой, Юлияныч, бачите, такой. Тфу-тфу-тфу. Красивый. Побрит. Мама говорит, он побрился. Чувствовал, что ты приедешь. Нет, чувствовал. Побрился. Что не понравился? Второй раз включился. Может, балакать не надо? Нет. Вообще-то надо мовчать. А что, 216 это дорого? Вот таке поки набирает. 230, 275, 290, самое большее набирает. А это сердечко, что такое означает? Это сердце. То есть, показывает это, да? Да. Ну, это я себе такую хочу штучку. Это еще и показывает пульс. Да? У меня всегда меньше пульс. Это тебе он так руку передавила, мам, что сейчас рука отвалится, посинела уже. Нет, нет, нет. Чому так долго? Да ты что, теперь руку передавила? Нет, тебе он так передавила. Вот уже сейчас показала то, что есть у нас. Ого, это высокий, да? 179. 175. 9. На 98. 179. И 98. Ого, поднял. Это бы было 148. Да. Это сегодня? Ага, перед этим. И что пульс, який? 71. Все повышенное в тебе. Пульс можно. Это повышенное. Ну, может, как медик был. Так вы бы какую-то таблетку. И это категория до 100. 140 на 90 это первая категория повышенности. Что это называется? Гипертония. Гипертония, ага. А из 140 до 100. 100, 100, 100, 100, свыше, свыше. То уже другая степень. А свыше 181 и выше, оце, это уже третья степень. Наверное, в часа 11. Ну, лягай, короче. Давай так таблеткой кушай. Юлия Юлиановича, а это я на цистру не его запишу. Ну, у него поныже. У него на его возраст нормально, мне кажется. У него сердцебиение слабое, да? У него, нет, у него пульс в основном хороший. Нет, это вы больше 179, 143. А, это вы, как два брата акробата, у вас почти одинаково. Ага, это у него вчера 200. Ну, давай какую-то таблетку выпьем. У меня есть таблетка, давайте ее дам сердечной. Я недавно пила. А ты от давления пьешь, да? Ти Килаев, я не схотела. А, вы видите, Юлиана заведает таблетки, видите, у них по кучам все разложено. То его, то он вот так принимает. А вот это он, давай мне вот эту шуку. Оце? Нет, нет, это сердечное. Оце коричневое? Нет, нет, это его все. Ось оно. А, ну, бери. А то мне уже на ночь, оно, то сколько на готовить? Оце сердечко, а что ты его не купишь? Мне не сказали. Его надо 40 лет каждому пить на сон. Мам, ну мне ж всего 35, что же я буду пить такие таблетки? Ты что, не знаешь? Господи, Боже мой. Пили чай, мама ничего не захотела. Гай убирают. И вы знаете, что сидели мы пили чай и балакали. Опять эти темы, что газ дорого, все дорого, как зиму перезимовать. Никто не казал, что куда поехать отдохнуть и сходить на балет. Никуда. Такие проблемы, что на кухне только про них и балакают. Это, подождать, март месяц. Да, вот Юлиянович тоже, как и я, он говорит, что выборы прийдут и что-то поменяется. Правда? Я тоже так надеюсь. Вообще нужно надеяться. А что у вас там на Западной Украине? С родичами вы созванюетеся? На меня? Да. Вчера я сразу звоню. Где они живут? В Калушке? В Калушке есть, в Бурштине. А Бурштин это Ивано-Франківськ? Чи где это оно? Ивано-Франківська, да? Так это у вас и могила батьков ваших? Могила моих батьков в Калушкому району. Раньше он был в Иниевском районе. Потом его ликвидировали, укроплили. И они в своем селе. Ну, это Ивано-Франківська область, да? Да, Ивано-Франківська. Понятно. Красиво там у вас пиздало. Я ни разу не была. Хотя у меня есть подписчики из Ивано-Франковского. Приглашали в гости. Приезжайте, приезжайте. Там мои родичи похоронены в Калушкому району. В Галицьком району, в месте Косове. И Бруштин. Это был тоже, когда он был районный центр. А там, где Бруштин, то что? Ты бачишь, ось и ось. А это что такое в тебе? Это ты мне дала. А, пергамент. Да, да, да. Это пергаментный. Я тоже порезала. Не знаю, надо подивиться, мама. Я тебе присоли, и потом думаю, думаю. Давно надо перейти в волосы, чтобы не слышать вот это. Он туда. Нехай. Они ж пиляют кровь, но кровь не слышу. Это не страшно. Та то Юлянець за эту каже. Слышишь? Думаю, ну что я? Ну ничего. Ну все равно. А потом я придумала. Думаю, ну где я? Ни где я его задираю, бережу. А я видно на листику. На листику вообще нельзя резать, потому что ты же листик портишь тоже. Да я на этом мало. Ну яка разница? Ось на этом. Что я его спорю? Ось я сегодня вымила. А моя там соль порозъедала. Да, да, да. Мам, ну это не самое страшное. Я принесу тебе новый. Не переживай. И думаю, а сегодня это мило, то думаю, чуюсь сшити. Ты слышишь? Давай я сразу возьму, да выкинула. Нет. Нет? Ты слышишь? Мама успокоилась. Кто? Мама. Мама? Да, да, потихонечку все. Ну не, я не так сказал. Саша большой. А, у нас не поймешь, Саша. Раньше мамушка говорила, мама говорила на Сашу, на моего. Саша старый. Кажу, не скажи так, он не старый. Теперь говорю так, Саша великий, Саша мала. Аню Яновича, польская и еврейская, и варшавская, и варшавская, и варшавская, и варшавская, и варшавская. Все нормально, все нормально. Что ж? Я ей кажу, она каже, так что там хочу, какие-то ресницы клеить. Я говорю, Саша, так ты уже бросаешь, ты уже будешь ресницы клеить? Та нет, это просто так. Короче, знаете, я вам скажу, что то, как из дома уже вылетели, то уже таке. Я уже не жди, что кто-то будет тебе часто звонить, или что я буду кто-то приезжать. Это Юля, наверное, заменитель сахара пьет. Наїлися, вообще побалакали, посидели. Хорошо. Мама говорит, так сегодня будет, чей снег, чей дождь, чей град, что я так долго, то уже вечно прилечу. И побегла, и побегла. А сегодня прямо вообще. Та еще Аня позвонила, что в 2 часа дня Полина. Я говорю, так что она мне не позвонила, то есть Полинка должна была сейчас с ней прийти. Пройму на расхват. Я просто на расхват. Ну, ничего. Я сама себя освобождаю от того, чтобы ничего не делать. Сейчас я вам покажу, смотрите, мама тут все собираю, понаклеивала. Вот это когда была у нас олень, наклеили у меня на олень. Видите, какая тетя Алла. Это у нас такая фирма есть. А это она из газеты вырезала. Это я на мастер-шефе. Видите, какая. Ну, а это уже, вы знаете, это я уже. Тут фотосессия была у нас в городе. Вот она тут робит, и на меня дивится в уголочке, как икону прямо поставила. Мам, ну ты даешь. Видите, у мамы тоже есть и смельчитель. И погружной. А что, разбилась кнопка, или что это заклеяное, мам? Там расходится Алла. Видите, как она робит свина пробочки. Это еще и наша бабушка так делала. И крышечка сюда засуешь, и берешь, и оно не горячее. Ой, я тоже посуды тут у Юлиановича, мамы не горюй. А вот соседка попадает, да, у вас? Ага, вот тут для того веревочку. Бесовестный, конечно, зарубил и так. Лишь бы зарубить. А сейчас уже робят трошки лучше. А вот видите, где трубы большие. Это электростанция, где мы с вами поднимаемся. Вот две белых трубы, вот это. Это где мы поднимаемся, наверх дорога идет. Видите, отсюда даже видно. Ой, как хорошо. А вот те первые дома, это там АТБ. Вот прямо, это круг, где трубы, это круг. Нашего дома отсюда сейчас не видно. Зимой немножко видно. Вот прямо, видите, красные балконы. Он прямо, прямо, прямо вот сюда, вот сюда смотрите. Вот так, вот так, вот так. Где башня вот такая, вот эта башня. Потом труба, труба. И смотрите сюда правее. Там дома немножко видны. Вот там мы живем. Ну, вообще там за насып. Покажи им дорогу на Киев. А тут нема дороги на Киев. На Киев. Вот эта дорога. Так, то неправильно, то вони объездную делают. Ей тут не видно, Юлианович. Ну, вон мы едем на Новопочту. Вон, видите, дома вот эти желтые. Это первый за нас. Вот это первый за нас. У них тут хорошо, только там, как бы, в дырку зробили калитку, чтобы напрямую. Видите, люди стирают. Тут такой садочек в том доме хороший. Ну, это, наверное, Сталинки. Оце векна, он, бачишь, на втором этаже? Да, пластиковые. Гардиночки вот такие. С той стороны, вот тут на втором этаже. Гардиночка, тебе надо заезжать вот в этот двор, вот, до забора. Так калитки же нема там. Это я калитки, а там и вороты есть? Где? Где? Сюда же я не пройду, я знаю там что-то. Так мне же обходить потом сколько? Вертатись назад. Нет, тут надо, вам надо написать перед выборами сюди бумажку, чтобы вам в этом заборе зробили дырку, калитку вынимали и все. Ну, когда они написали бумажку, тут не было забора, а то они... Ну, когда они поставили, значит, хай сделают туда ход. Вот, ну, тут хорошо. Это Сталинка, мама, тоже уйти, да? Че не? Дома уйти? Дома не. А мне кажется, это Сталинка. Шо, ще до войны строили все? Ну, Сталинский высокий потолки в Крюковье, а це что-то. А, наверное, наверное. А вон, дивиться, какая хата. Я вообще, кто какой-то частник построил, смотрите, там крыша очеретом покрыта, вот это, вот это, вот это. Мы проезжаем, тут напротив магазин, где для лодки запчасти. А вон, такий деревянный, деревянный, вот таке. Вот она, видите? Демаль, такий, як начинка. Да, 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 вот она большая, вот очерета. А я кажу, вот тут береза суха. Справа. А вона, ну, не суха. Суха, суха, справа. А вона вот такая, як оце, ось дверосты, бачишь? Они ж не сухи. Он у цьому двору. Суха, то пропала, Береза, мама. Пропала сейго? Да, и та, и та пропала. Сейго. Тут задавил виноград. Да, пропала. А я думаю... Так что красивая эта хата, там такой въезд туда во двор шикарный. Вот в центре считать и построить хату. А вот тут два, дивись дома красных. Ну, я знаю. А, так они еще и во двор построили. Все. Я ж видела это. Чего такой короткий? Там сказали, что фундамент. Бачите, два дома. О, все раздивилися. Тут раздивилися все. Так, ну что? Будемо їхати додому. Вилягайте, поотдихайте трошки. Ти таблетку выпила? Вот тут, да? Мне все дали. Ну ладно, отдыхай. Я говорю, я отдыхаю каждый день. Я на пенсии. Не, ну у вас тогда, конечно. Не, ну у вас отдых, что если лихо так в горизонтальне положение, то отдыхаете. Хотя я вам скажу, что надо, конечно, побольше ходить. И вот так находиться. Потому что лежачи, я не знаю. Это ты знаешь, что у цю неделю Юлианович, після тих, что ему робили у ци, он стал больше двигаться. Ну правильно, конечно, что налили что-то. Он сидит на балконе, сидит с утра по два часа. Молодец, сам красиво, мне нравится. Молодцы. Ну свежий воздух, короче. Ну больше, больше ходить туди-сюди все-таки. Потому что я говорю, что ляжем, будем спать на том свете. Как ляжем, будем спать и спать. Так что надо тоже ходить. А я говорю, кто же пришел вот так. И Гена уже раз... Большую часть жизни на этажах. Поэтому он привык, что ему земля не надо. Ты до земли. А Юлианович привык до этого. Так что просто ходить надо. Сейчас такая атмосфера, сейчас сколько этих зарядов, что надо на земле. Да, это мама, не дай бог, телевизор робает. Так она там вообще, как-то ночью я у меня так... Ты что телевизор робай всю ночь? А я бы телевизора не сплю. Убирай телефон от себя. Они верят в то, что нас телефон вот этот убивает. Нас не телефон убивает. Нас убивает вода, нас убивает пища, которую мы едим. А телефон... Те телефоны? Ну да, это дополнение, конечно. И энергетика вот эта. Я смотрю, что я вам звоню. А пока вы до телефона подъедете, так я не знаю. Три часа. Вы, наверное, где-то в земле зарываете. Чи где вы надеваете? Нет, когда вот тут на зарядку ставим. Я думала, может, в горшке вот тут спрятано. У вас красивая юка выросла. Нет. Гарно. И теня, бачишь? Бывает, что и на лоджи, и на горши, а вон. А тут вон. А вы с собой боитесь его носить, да? Оцей цвіточек, это тие святопокойные. Он маленький был, да? Вот такие завишечки был. У маленького цвіточничка. Да, он продавался в маленького. И кто-то подарил его. Вот тоже, да. И мы его так вот сделали. Ну, только не заливайте его. Да? Эти святы, они не любят заливание вообще. Раз в неделю поливать и достаточно этого. Там он, он, подивися, я уже подивлюсь, подивлюсь, сухий. И думаю, ой, какая я хозяйка. Ну, ничего, ну, что не дуже сухая, но все равно. И очень любят, когда так пшикают любые цветы. Пшш-пш-пш-пш-пш-пш. Так, ну шо, все, не зевайте. Ух ты, Юлианоч, как сладко зевну. Аж мне спать захотелось, так что и нам можно. Я еще стал часто зевать, а спать не хочу. Да? Вот, наверное, резкий вдох или... Я все сипаю, а ночью утре, вот так, начало. Вчера Ольга, Ольга позвонила. Вот мне посвятило, я купила лекарство фица-сет. Всі названия так разнують. Випила, говоришь, спала, як убита. Не знаю, як це таке можна. Я, не знаю, не скажу, коли... Ну не можу заснуть, и все, понимаешь? Ну не можу. Встала, там мене Надюша з Израиля присылала таблетки. А что это у вас? Вот это телефон. А, так что у вас такой звонок? Она мала такой звонок, что-то как у Брельсу, чтобы было. Я купил эти таблетки, и сегодня рискунула что-то. Лепите на ночь. Пили, и что? То я чуть не злюю. Сна нема? А вот уж и у меня вообще, вообще не сплю. Так, а у нас спала, говоришь, я буду. Ну это разные организмы, Юлианович. Конечно, такой телефон, что тебя почунули. Так, Юлианович, вставай, я хочу меня привезти. Правильно, хай встает. Так, а ну что, полить надо? Да, конечно, полив трошки надо. Так, ну и все. Погнали домой. Посидели, побалакали. Бачите, уже без 20, без 15 лет 3. Кабачок безфотографировала. Да, на что он мне нужен? Микола, бум, из Вальки. Привезли тебе, да? Бачите, в них тоже багато зимой платить. У Юлиановича нема субсидий, платить за квартиру. Бачите, кругом який порядок. Кругом бабушка все. Вона и кукли поддевала. Это ты поддевала их, мам? Это я всех поддевала. А, это платят за то. Да, да, да. У меня юбка. Видите, она штаны пошила кукли. Она пошила платья. И трусы, и майка. В чем она терпение? И трусы даже еще есть. И трусы, и майка. Он есть. Диви. Глянь, трусы пошила кукли. И майка, и майка. И штаны, и платья. Вот такое терпение. Ой, сейчас такие куклы, что вообще понашивала. Тоже сбачив, то есть вышивав крестиком. Ну, так, как я, некачественно, да? Некачественно. Кто-то, как открыл, да, может, учился. А может, оно было на бумажке. Это так, как я прямо. Да ты знаешь, Алла, что там? Угадай, что там. Наверное, какая-то куртка, или что-то. Нет, все светлые парики. Парики? Парики. А, у нее и парики были, да? У нее и парики были, да. А, нифига себе, это... Она сама черная по... Нет, я ее блондинкой помню. Алла, она красилась, а она по природе черная. Нифига себе париков. Вот это... А попробуй... Так ты их зашила, да? А попробуй, да, вот это я... Тиємно было. Боже, сколько париков. А зачем же ты зашила? Может, надо одевать так ходить. Чего ты не одеваешь? Не ходишь? Да там и вот такие волосы, и такие волосы, и всякие волосы. Такого еще не было. Целая подушка париков. Так что? Ты стирала тюлечку? А что это такое на тебе пожмакано? Сегодня не надо стирать. А у нас била в тебе, зачем ты будешь еще стирать? В соль сначала положи, а не как не своими там... Сначала в соленый раствор, а потом уже туди добавить уксуса и стираль на порошках. Хай в солевом растворе полежит даже ночь, и будет шикарно. Так в тебе она такая билюсенькая, зачем тебе ее стирать, мам? А тут еще у них есть лоджия, видите, у них багато, у них хорошая квартира. Здоровая. А тут, смотрите, цервант забитый. Вот дай мне пару вот таких штучек вам. Какие? Вот эти из-под сметаны, пластмассовая. Я же выпил, ты все равно сваркучая в тебе. У меня есть лоджия. Не, мне вот это дай, пожалуйста, вот эту. Так что... В ней так интересно в квартире. Бачите, какие закругленные вот эти, как они называются. Ну я с тобой умирала. Я взяла кукли, пошила трусы и майку. Трусы? Ой, артистка. Таня, сейчас тут так красно. Это у нас такой свет тут. Ага. Вообще красно. А это вы новый купили, да? Нет, так и было. Чего мне как-то новый. Нет. Так, все. То есть часы купили. Прощаемся. Не верни, до свидания. До свидания. Приезжай. Тебя все ждут. Привет. Спасибо большое. Вот сюда, потому что там свет. Привет всем подписчикам, которые... Красавцы ландики. Они такие красавцы. А что ты такая поставишь? Ничего, у него такие как бусы. А вы коровы. Веселее и улыбчивее, Юлиана. Все будет хорошо. Знаете, ни от нас ничего не зависит. Вот таблеток трошки можно. А так, який бог намитыв, как говорится, в век. Такие будем мы доживать. Так что спасибо вам. Привет. Иностранцам. Иностранцам. Да, да, да. Спасибо. Ландшавским, израильским, террористским. Спасибо. Спасибо большое. Обязательно. Так все пешком, не лифта. Видите, тут такие у них. Это так в панельных домах. Широкие такие площадки. И свет. О, видите, окна позакладывали вообще кирпичом. Видите? У нас тут пластиковые окна стоят. А здесь все заложили кирпичом. Ну, свет может экономить. Тут вот темно вообще, смотрите. Господи. Так, пошли потихонечку. Тут на первом хорошо видно. У них, между прочим, у нас подъезд не отапливается. А у них в том году отапливается. Не знаю, как сейчас. Можно пенопласт кругом мыть. Фух, вышла на свет божий. Ой, слава богу. Я просто... Сегодня такой большой праздник. Как хозяева разрешили строителям работать? Ну, строители-то на работе. Им все равно. А хозяевам добраны будут. Как говорится, такой праздник большой. Вот это здесь калитку сделать. Вот там отставляешь машину, переходишь. Калитка обязательно здесь нужна. Ворота не надо, чтобы машины ездили. А калитку можно сделать. Так, все, едем. Мы уже дома. Доскрепели, дотарахтели. Привет вам большой от мамулечки. Это видео для тех, кто любит смотреть жизнь. И чем занимается моя мамуля. Так что, мои хорошие, побывали в гостях. И, собственно говоря, и мне не трудно было. И я ничего дома не делала. Не нарушала, как говорится, праздничные каноны. И мама довольна. Хорошо, что приехала. Посидели. Папа. Одно плохо. Все время тычут эти деньги. Вот возьми деньги, возьми деньги. Я говорю, да не надо мне никакие ваши деньги. Я просто приехала вас проведать. Двери то открываются, то не открываются. Бог непонятно, что знаймы. Ну, уже с недели поеду до петиха и уже зроби. Лазаю через эту дверь, перелазаю и открываю. Ну, понятно, что одна дверь мне открыта. А что тут брать? Что в этой моей красавице, моей драгоценной брать? Ничего. Только она и я больше ничего. Вот это мы две подруги. Моя Лада Баклажан Сидан и Алла. Вот это две подруги. Все это шутки. Спасибо вам за внимание. До свидания. До новых встреч. Люблю вас. Пока. Берегите себя. Берегите своих родителей. Если у вас нет возможности поехать к ним, позвоните. Просто позвоните. Вы видели, какие они счастливые. Просто-напросто счастливые. А от счастья добавляется здоровье. Я вас люблю. Пока.